Они служили делу спасения раненых на пределе человеческих возможностей. В годы Великой Отечественной войны врачи, медсестры и санитары вернули в строй 17 миллионов бойцов. Операционные в госпиталях работали круглосуточно, и многих удавалось спасти. Для фронта, для счастья, для жизни. Вот один солдат депутат, здравствуй, милая моя, жив я ранен, не опаснусь, скоро дома буду я. Лето 1942 года. Начало Сталинградской битвы. Войска вермахта оккупировали город. Уличные бои с воздуха поддерживают более тысячи самолетов люфтваффе. В этих условиях в полуразрушенном городе продолжает работать сеть эвакуационных госпиталей. Постоянный консультант управления «Наш земляк», уроженец пригорода Сызрани Тихон Иванович Ярошевский. Многие бойцы поступают с тяжелой травмой глаз. Зачастую требуется оперативное вмешательство. Он рассказывал, там тяжело было, конечно. Это день и ночь бомбежки, больных море, оперировать надо. Он рассказывал, как-то оперируют, оперируют, а уж сил нет. Вот бомбежка, казалось, ну куда идти? Выйдет, искупается и идет снова в операционную. Вот он оперировал. В Самарской областной офтальмологической больнице сегодня работают соратники Тихона Ирошевского, которые знают о его служении делу победы в Великой Отечественной войне от него лично. Еще в те годы великий офтальмолог возвращал зрение раненым, накопив колоссальный опыт для создания одной из лучших глазных больниц в мире. Рабочий кабинет основателя больницы сегодня сохраняется как музей. Когда еще пока не было микроскопов, вот так оперировали. Да, это вот очень, картина такая хорошая, не так давно в художественном музее проходила выставка, и вот ее тоже у нас забирали и там представляли. Очень здесь вот хорошо подхвачен вот момент такой, да вот-вот-вот-вот-вот-вот произойдет, вот что человек прозреет. Внучка Тихона Ивановича Ярошевского, Елена Брониславовна, продолжила династию офтальмологов. Сегодня она рассказывает о том, как получилось, что дед стал заниматься исцелением незрячих. Тихон Иванович Ярошевский, член-корреспондент Академии медицинских наук СССР, герой социалистического труда, почетный гражданин города Куйбышева. Вероятно, была в том воля проведения, что уроженец села Кашпер, расположенного неподалеку от Сызрани, стал великим офтальмологом. Тихон Ярошевский родился в 1902 году в семье священника-старообрядца, но по пути церковного служения не пошел. Изначально стал учиться на математика, но впоследствии привитые с детства христианские ценности, любви и милосердия дали о себе знать. Он переходит учиться на медицинский факультет и по зову души отправляется служить в летучие отряды по борьбе с глазной чумой 20 века Трахомой. Прихотел ездить ликвидировать Трахому. Он говорил, что так много было слепых больных, страждущих, которым нужно было помогать. Они день и ночь, вот, говорит, вроде бы спасаешь, а там целая вереница стоит больных, которым, в общем-то, помогать надо. К началу Великой Отечественной войны Тихон Ярошевский защитил докторскую диссертацию и возглавил кафедру глазных болезней Сталинградского медицинского института. И даже в самые тяжелые военные дни не прекращал заниматься научными исследованиями. До тех пор, пока госпиталь не перевели в Сызрань. А по возвращении из эвакуации вернулся в город для того, чтобы принять участие в восстановлении института. Военный суд Самарского гарнизона, военная прокуратура, 7-й отдел госэкспертизы, храм святых царственных мучеников. Все это расположено на улице Ярошевского. В 1985 году улица с ничего не говорящим названием «Новая» была переименована в честь нашего великого земляка, благодаря которому миллионы людей заново получили возможность видеть. Самарская офтальмологическая больница имени Тихона Ярошевского сегодня одна из лучших в мире. Выдающийся врач по праву считается создателем клиники, опыт которой транслируется на уровне Всемирной организации здравоохранения. В музее учреждения список учеников Тихона Ярошевского, которые стали руководителями научных школ офтальмологии в разных уголках страны. В их числе Святослав Федоров. Идею создания Института микрохирургии глаза в свое время поддержал Тихон Иванович. Ученики все очень талантливые, все очень хорошие хирурги. Занимали кафедры в крупнейших городах. Вот таких Ростов, вот, один Федоров, так сказать, со своей школой сколько сделали. То есть это практически просто, ну, трудно посчитать сколько. Анна Ивановна Золотарева, бывший главный врач глазной больницы, рассказывает, что сегодня медицина зрения достигла невиданных успехов. Применяются самые современные материалы и технологии. В Самару за опытом и сегодня приезжают врачи из разных стран. Им рассказывают в том числе и о том, как все начиналось. Когда спасать людей приходилось благодаря гениальным предложениям основателя клиники. Микроскопов не было раз. Значит, хрусталиков не было. Удаляли катаракту, хрусталик не вставляли. Роговую оболочку разрезали. Она срастается плохо. Значит, нужно было каким-то образом зашивать. Зашивать было нечем. Вот одна из работ, у них, вот, яхими, лабораторные крысы, белые, значит, у них отрезали хвосты, хвосты были длинные, и она из этих хвостов делала эти самые, очень тонкие нити. Она делала, вот, отдирала, там, обрабатывала, как-то раздирала их, потом там обрабатывала. Вот мы шили вот этими крысинами хвостами. Вот так, благодаря крысинам хвостам, удавалось спасать зрение людям. Куйбышеве впервые в истории был создан отечественный глазной донорский банк, обеспечивавший пересадочным материалом все клиники Советского Союза. Все это удавалось сделать благодаря смекалке и опыту работы в военное время основателя клиники. Чему можно научиться и нужно научиться у Тихона Ивановича, чему я учусь до сих пор по возможности, это отношение к людям и к пациентам, и к сотрудникам. Он очень любил людей, и пациентов, и сотрудников. У него была удивительная черта. Он мог привлечь для исполнения каких-то задач, каких-то своих задумок и планов, привлечь, заинтересовать, замотивировать людей. И вот это позволило ему собрать замечательный коллектив. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июля 1972 года Тихону Ивановичу Ярошевскому присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он был великий, именно великий. Он умел ставить задачи, которые нужно было выполнять. А задачи были серьезные. И если уж говорить о его возможностях и о его достижениях, и, конечно, это все благодаря тому, что человек мог организовывать работу и организовывать в масштабе всей нашей страны. Сегодня на кафедру офтальмологии приходят новые поколения студентов-медиков. И кто знает, может быть, многие из них тоже станут научными светилами. Ведь их учат на тех традициях, которые зарождались в довоенные годы, закалялись в самых тяжелых испытаниях Великой Отечественной войны и были реализованы в лучшем виде в период ренессанса российской науки. И в их основе высокие принципы любви, сострадания и милосердия. Истории спасения людей от слепоты студентам могут рассказать тысячи. Однажды к Тихону Ивановичу Юрошевскому привезли рабочего винтайского полигона, которому в глаза попала едкая жидкость. На помощь пострадавшему пришли всей кафедрой. Он на сверху роговица помутнела. И Тихонович его смотрит, а ему что-то 42-43 года был такой, может, что он молодой, красивый. И Тихонович он смотрит, говорит, вот что будем делать-то. Все смотрят туда-там. Вот, а больной-то говорит, у меня вот через это два месяца жена рожает. Вот верните мне зрение, чтобы я посмотрел это, хотя бы на ребенка, на своего. А он почему-то знал, что вот уже мальчишка будет. Вот посмотрел, а там ушла, ладно, вот видите, давайте-ка вот сделайте. И вот тогда мы это сделали, искусственную роговицу, и этому больному искусственную роговицу перцадили. И он с ней, эта роговица искусственная, еще лет, наверное, 20 ходил. И это видел. Вот такая ситуация была. Вот как он заставлял Тихонович. Прямо это из жизни никуда не денешься. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова